Ой, ой, эти кусечки текают. Ой, девочки, миленькие, родненькие, здравствуйте. Ой, девочки, на улице погибель. Такая жара. Наверное, больше сорока градусов на солнце. А в тени тоже самое, горячий воздух и всё. Сейчас зашла, девочки, в кухню, дверь закрыла. Вот, закрыла дверь, чтобы горячий воздух сюда не шёл. Вот спасение, где кухня. Ой, слава Богу. Фу. Ну, когда жара уже, когда прогреется весь дом, хорошо. Сейчас зашла в дом и в доме хорошо. Окно открыла одно. И в спальне форточка открыта. Надо, я не знаю, днём открывать бесполезно, я же вам говорила, только пылюка. Вот. Ну, окно открыла, и ту одну половинку только. А там форточка. Более, что все окна позанавешивала в спальне в этой. Она солнечная, кстати. Вот это что, отдельно идёт, где шифонера-то стоит. Не там где, а под кладовку. Там же, в той спальне, там же, вы же видели, и посуда там, и инструменты. Там, что только там нету. Ну, как кладовка, но это тоже не годится. А куда его всё девать, я не знаю. Куда? На чердак? Лестница? Тю-тю. Я же вам вчера рассказывала за лестницу, а то я уже и не помню. А я не помню, девочки. По-моему, вы не знаете историю за... О, слушайте. Девочки, сейчас я им высыплю. Знаете, что лижут? Вчера я им дала вечером. Ну, вечером, когда уже туда уходили, Оли ещё не было. Вот то, что я варила у те гамилки и эти, ребра копчёные. Я открыла, а там, девочки, холодец застывший. На улице жара, без холодильника. Я им половину высыпала, девочки. Они так его лекали, но недолекали. Я взяла сметанку им. Туда, кстати, отнесла сметану. Сметанкой. Лекали сметанку и подобрали. А сейчас там чуть-чуть осталось. Вы слышите, как коробку тягает? Давай мне коробку сюда. Давай. Вот бы девочки сейчас шлёпанцы. Вчера вечером у них стояла вот так сверху. Сидела, сидела, положила ноги сверху. Вы поняли? И они приляпались. Девочки, вот, желе. Смотрите, желе. Высыпаю. Я б сама такое ела, если б оно в холодильнике было, чтоб застыло на камень. Ну, чё, девочки, всё будет. Вы знаете. Ой, тут ещё и косточка маленькая. Такая, девочки, хрящевая от гамилки. Вы поняли? Кому же она сейчас попадёт? Конечно, Дику. Дик, а ну, вперёд. Малыш, давайте. Танцуйте. Ой. Сейчас, девчонки. Ой, какая шара. Ой, мои родни. Малыш, иди, Кусняхина. Ты сейчас за Диком не успеешь. Ты ж знаешь, он тебя сейчас облапошит. Девочки. Ой, неужели я там сметану оставила? Тут. Слава Богу. Девчонки, знаете, что я сейчас буду ля-ля. Я сейчас что-то хочу сделать. Сейчас мне надо немножко тёпленькой водички. Девочки, это я сейчас решила. Если бы я знала, когда была в АТБ, конечно, я бы не промахнулась. Я вам сейчас расскажу всё подробно. Если вам интересно. А я думаю, интересно. Сейчас, девчонки. Где сахар? Сахар я уже знаю где. Вот он. Ой, девочки, как жарко. Я захожу в АТБ, а мужчина выходит, ну, старше меня. Уже, наверное, за 70 хорошо. И говорит, так не хочется на улицу выходить. Ну, шо, мол, вот такая жарища. Я говорю, да не говорите. Ой. Сейчас, девчоночки, где мои тут дрожжи? Сейчас, родные. Ложка. А, мне надо и мука. А мука, слава богу, у меня тут. Не надо никуда нырять. Девочки, пардон. Ну, я сегодня в чёрном, так что жопа меньше. Наверное. Всё. Всё. Девочки, в чёрном жопа меньше, наверное. Так что пардон. Ой. Пардон. Не пардон, а пардон. Ой, перегрела даже. Ой, мгновенно газ выключила. Девочки, помните, как зимой? Выключи газ. Сделай то, сделай всё. Всё выключено уже. Слава богу. Кирпич снят. Вопросы стали другие теперь. За огород, девочки. Уже не поймёшь, что и лучше. Или за кирпич вопросы. Или за огород. Он пекло. Кому надо, идите. Вперёд. Садитесь себе. Мне не надо. Мы даже встречаться не будем. Вы будете приходить, когда меня нет. А я, когда вас, вы уже тут прополку сделаете. Я туда ходить не буду. Так что, эти верёвочки с минами. Девочки, сейчас вам за верёвочки тоже расскажу. Натягивать не надо. Я не трогаю. Девочки, фу. Во-первых, какая вы всё-таки, девочки, порода. Умная, хорошая. Только не начинайте писать, что я сама себя хвалю. Девочки, звонит утром Виктор. Я просто, девочки, шучу. Чтобы умная, а что, умная порода. Друг друга понимаем. Не надо и намёки делать. Понимаем, что значит родня. Звонит Виктор утром. Не утром, где-то часу, наверное. Полдесятого было. Я как раз постирала одну стирку. Сделала, девочки. Кроссовки сыну постирала. А вторая стирка была. Девочки, кроссовки перед тем, как стирать. Я хорошо мою подушку. Сообщаю. И, девочки, кроссовки в основном же с белыми полосками по бокам. В круговую. Если их так постирать, оно не отстируется. Оно всё равно, девочки, ну, на букву Г, на букву Г не подходит. Я взяла, хорошо, соды насыпала в крышечку. Там у меня есть. Не специальная. Какая была, девочки. Соды насыпала. И отбеливатель. Ну, порошком сделанный, который. Ну, я не помню, какие. Девочка, какой, я не знаю. Ну, какой-то в маленьких пакетиках отбеливатель. Ну, вот это туда. И вот это мочалочкой. Отмантулила подошвы хорошо. Вот. А потом машинку уже кинула же этого, ополаскивателя налила. Я подушечками стираю. Ну, когда как, девочки. Кстати, подушечки мы уже с сыном забраковали. Ну, у меня они просто есть. Надо их выстирать уже. Там осталось, по-моему, три штучки. Только жидкое покупать надо. Потому что подушечки вот этот гель остаётся кое-где, может прилипнуть, девочки. А порошок на чёрном, именно, ну, на тёмном остаются вот эти разводы. Иногда, не всегда. Ну, чтобы не рисковать, на моём мать-те вот так. Мне, чтобы дитю не было этого, да. Чтоб взял, одевает, а раз и облому такой. Хоть и полосить. Ну, как всегда. Я же не буду 10 раз полоскать. Мне же ещё... Девочки, смотрите. Делаю просто тесто на воде с дрожжами. Ну, немножко сметаны добавлю. Девочки, не пирожки. Сейчас посмотрите, что. Колотнечу, в общем, делаю. Тут уже сахар и соль. А, соль там, в мыске уже. Вот. Ну, и всё. А что я говорила? А, звонит Виктор. А я уже, это самое, стирку такую, своё там постягивала с себя тупишь. Ну, короче. Вторую машинку только с вещами. Еле насобирала, что кинуть, чтобы хоть что-то стирать. Вот. Ну, и всё. Когда он звонит. А ещё не звонил сыночек. Вот. Ну, я с ним вот уже завариваю. Короче, он за эту Элку всё мандит. Шо? Ну, за квартиран шоу. Ну, шоу ходит, скажет ей, чтоб она не заходила в дом без его разрешения, чтоб она в дом вообще не заходила. Ну, это пока-пока этот. Ну, её сожитель этот живой. А потом сказал, что будет она на выход. Я говорю, делай, как тебе удобно. Как тебе надо, всё так и делай. Ну, тебе уже надо спокойная жизнь. Он, да, Люда, да. Тем более, он сейчас полежал в больнице. Он ещё больше убедился, что ему вот эти бардаки квартиранские уже не надо. Я говорю, пусть они будут, квартиранты. Ты всё равно на пенсию не проживёшь. Правильно? Правильно. Я говорю, ну, не пускай их в свою жизнь. Чтоб они знали своё место. Они вот это, они тебе уже, даже они больше знают, где у него что лежит. Слышите? Где у него документы лежат, они знают все, наверное. Вы понимаете? Они его напаивали. И всё уже кругом знают все. Алкаши вот эти. Ну, ладно. Я говорю, тебе надо, ну, в магазин же сходят. Я говорю, тебе в магазин можно ходить. Раз в неделю. Я тебе привезу, холодильник поставлю. Того же борща тебе приду наварю дня на три. Ты его скушал, позвонил, я тебе приду супа сварю, если ты сам не можешь. Я говорю, ты же сам можешь и борщ варить, и всё, ты можешь. Девочки, разбухался вот так. Он сам это соглашается с этим. Ладно. Ну, всё. Он говорит, вчера позвонил Элки, попросил её нарвать черешень. У него же черешня есть. Ну, вы же помните, я вам рассказывала историю за черешню. Вот. Ну, говорит, и она не приехала. Говорит, никто вчера не приходил ко мне. Ну, я же говорила, что я не приду, потому что я с сыном субботу могу. Ту субботу я работала, дитё. Мне же тоже обидно, что он суббота с мамой хочет поговорить, куда-то меня отвезти, где-то что-то купить. Ну, правильно, девочки. Привезти. Все коллеги по палате по домам порасходились на выходные. А он остался один в палате, и никто к нему вчера и не пришёл. Никакие невесты. Ну, вот. Я говорю, хорошо отдохнул от всех, от посетителей, от своих коллег по палате. Ну, правильно, девочки. Всё равно уже устаёшь от этого всего. Вот. Ну, и всё. Он, говорит, попросил её черешни нарвать, привезти мне Элку, квартираншу. Говорит, она что-то говорила, говорила, потом оборвала резко связь, и всё. Трубку она уже не брала. Ну, когда сегодня... Ну, или всё. Когда вот мы с ним говорили, когда Сашик звонит. Я говорю, давай, я с Сашиком поговорю и тебе позвоню. Хорошо. Ну, тоже понабрала его. Ну, и всё. Говорили, сказал, что... Сегодня уже, пока вот это он ей позвонил, она сказала, что прямо сейчас с утра привезёт черешень. Вот. Ну, и всё. В общем, говорит, Люда, ты когда приедешь? Я говорю, ну, как всегда, к часу, как всегда, в обед я приезжаю. Я говорю, сейчас только полдесятого, чи десять уже было, не пол. Ну, около десяти было. Короче говоря, всё. Что-то не подходит. То обычно сразу шипит, а то не шипит. Дрожжи, дрожжи, я имею в виду. Ну, сейчас, наверное, растает и начнёт играть. Накрыть можно. Чем накрыть только? Тарелками какие-то. Вот хоть бы достать. Нет, надо вставать. Ой, Господи. Девочки, я когда жара, мне... Вот они сидели, с Олей говорили, так, а лучше жара будет, когда уже перемерзали. Помните тут? Что, лучше под водой посидишь? Да какой под водой? Я вот сейчас зашла, неохота и на воду и смотреть нашла. Ну, девочки, сварка, сварка. Это только начало. Только 2 июня. Ещё 3 месяца пекла. 4 даже. И сентябрь, и октябрь ещё будет жара. Кошмар. Короче говоря, всё. Я вот уж пошла в АТБ только-ше. Думаю, пойду. С дому взяла девочки. Клубники ему. Вот уж вчерашние. Немножко взяла. Ну, 2 кулька, помните, я купила? Там 2,600 было, или сколько я вам рассказывала. Пополам в кульках одинаково. Наверное, кило по 300 или по сколько. Ну, один кулёк же я помыла. Помните, здесь кушала, сидела. И с Олей мы. Ну, вы знаете, как Оля кушает. А второй кулёк я же завязала, и Оля его забрала. Я же сказал, забирай. Ну, а тот, что остался, я высыпала себе, забрала. Думаю, Виктору сегодня повезу в больницу. Ну, там он с полкило, наверное. Короче говоря. Зашла в АТБ, думаю, возьму ему 2 бутылки колы, литровые. Он любит эту колу пить. Думаю, не 2 литра тяжело поднимать, а литровую. Вот. Ну, и что-то посмотрю. Зому сделала, девочки. Брала было с Миши. Упаковочки. Хамон, девочки. Ну, вы поняли, какой. Кто знает, то знает, а кто мясо вот это. Тоненько порезано, а то дорогое. Ну, я брала, девочки, упаковочку. Там 6 полосочек этих. Он 2 штучки не захотел. Осталось. Он думал, что оно будет лежать. И был у меня сыр в коробочке. Намазка. Вот я как суши намазываю. Вот этот сырок я открыла. Девочки, так хлеба нет. 2 кусочка хлеба только было. И горбушка батона. Он вот тут зато. Я вчера сюда его принесла с дому. А дома нет. Вот. Короче говоря, я вот эти 2 кусочка, слава Богу, намазала этим сырком. И как раз же 2 кусочка этого хамона. Я сверху положила ему. И фольгу замотала. Девочки, что плохо перекусить этот хамон. Он же длинненький, тоненький. Я так напополам сложила. И вкусный сырок это. Там такие 2 бутерброда, что вообще закачайся. Вот. И клубники же помыла. Ну и все. Я же дома ничего не готовлю. Вчера вот эти, что я вот у супер ленивых голубцей назвала это блюдо. Девочки, какое это, как это вкусно. Вы даже не представляете. Мы с Олей по такой тарелочке съели. А потом еще я сижу, я говорю, я не могу. Оно такое вкусное. Вот эта капустка, этот фаршик, приправки, томатик, морковь. Ну все, рисик. Все вкусное. Вы же видели. Никакое там не месиво, никакое не хрючево. А вкусно. Вот. Короче говоря, и поели, а то Жоля у ведерочка как раз ведерочка забрала. А что я дома? Я яичницу ему пожарю. Яйца у меня есть, колбаса у меня есть. Масса сливочная, сырок. Ну все, такое все. А еды нету. Ну есть крупы, шмопы, что мне вот это хочется готовить. И тут, и там, и сям. И там оно мне не надо. А то, что я ему сварю, готового, он и там может покушать, в больнице. О, вкуснятина. Вы все знаете, что в больницах нормально. Пускай без мяса, без ничего. Попробуй без мяса еще наготовить. Правильно, девчата? Даже баланду сварить и то. Силы надо в эту жару шпариться. Вот. Короче говоря, ладно. Ну и все. Думаю, вот я взяла клубнику эту. Она ж мытая была уже. Почистила. Сахара у меня нету дома. Думаю, сейчас зайду в АТБ, куплю ему сгущенки опять. Он ту выпил прямо, сгущенку. Я приходила, только когда убирала у него в тумбочке, вот на этой неделе. Так, пачечку аж вот так ножом, знаете, снаружи. Пошкрябал, и, наверное, там не знаю, что с нее сделал. Наверное, выворачивал, вылизывал там все. Думаю, возьму ему опять пачечку сгущенки, клубника, вот эти два бутерброда. Может, йогурта какого-то возьму, кока-колы возьму, мороженого возьму, вот этого, чтобы акция сейчас, оно хорошее, вкусное, было 50, а сейчас 27. Ну вот. Два мороженых, думаю, возьму. такого что. Ну, а что, девочки, борщ ести, который он там может похлебать, или жаркое делать. Там тоже и картошку дают, и будет. Ну, я вам рассказывала. Вот. Думаю, все, такого сухомятки какой-то. Может, пару сарделек каких-то хороших возьму за двумальву. Девочки, только зашла, взяла пепси-колу, вон она, одна уже я начала пить, только что, наверху, а вторая затащила ее сюда, не знаю, чего. Ну, ладно, тут еще и прохладнее. Сейчас кину ее в кастрюлю с водой, хоть, чтобы холодненько было. Точки, голова болит, на улице ветер, точно будут вот эти опять сахаровские бури, коричневые вот эти, желтые. Девочки, что-то, а не, не, пошла шапочка. Вот. Ну, короче говоря, только взяла вот эту колу и еду с тачкой по АТБ, жара, а там хоть кондиционеры. Когда телефон тарабанит, сумки. Я взяла, я так и знала, думаю, это Виктор сейчас спросит, Люда, ну, где ты? Элка уже, наверное, уехала. Когда я взяла, что Виктор? Он говорит, Люда, хорошо, что я успел. Люда, я знаю, как ты тяжело жару переносишь, такая жара, даже ему уже жарко, такая, говорит, жара, говорит, давай не едь сегодня. Говорит, я, борщ мне сейчас принесли, ну, вот эти, эти, ну, раздачица, которая, говорит, и борщ, я взял, взял вторую мысочку, я даже не знаю, что второе взял, давай, наверное, не едь, у меня тут кушать есть, что? Я знаю, как тебе тяжело жару в эту. Я говорю, Виктор, родненький, миленький, спасибо тебе огромное, на все, АТБ спасибо. Он говорит, Люда, как я успел, что ты еще не в дороге здесь. Я говорю, я тебе целую руки, нои, миленький мой. Он говорит, у меня все есть, не надо ехать. Я говорю, ну, давай, я только зашла в АТБ, я говорю, я тебе вечером позже позвоню. Он говорит, хорошо, хорошо, такой довольный, что он успел, моя ты радость. вот как на него можно ругаться или командовать его жизнью. Девочки, сегодня вот с ним разговаривали, вот, вот так вот он не прошел. Я просто, чтобы ему надо сейчас спокойная жизнь. Я говорю, Виктор, всему свое время. Я говорю, балдел ты, девчата молодые у тебя были всегда. Менял этих девок, молодых, все, муж и тратился на них. Это твоя жизнь была, это твоя, все твое. Как ты прожил жизнь? Значит, так надо было. Каждый как хочет, указывать никто не должен. Я говорю, ну, сейчас надо какое-то просто спокойствие, остаток вот этих десятилетий, которые тебе остались. А он ха-ха-ха смеется сразу. Я говорю, надо в тишине, в чистоте. Я говорю, хочешь, мы с Олей скажешь, придем, вылежим тебе в хате, раздвинем диван, постель, машинка у тебя стиральная, нормальная есть, душевая кабинка, у тебя все есть сейчас, для нормальной, туалет в доме, все в доме, для нормальной жизни, без вот этих дураков, бухарей, квартирантов. Я говорю, конечно, пусть будут. Никто же не говорит, тебе не советуют, чтобы ты их всех разогнал и сидел, пенсию в зубы и сиди тарахти зубами, да. Ты для этого себе вот это отказывал во всем, чтобы построить этот дом, чтобы копейка была каких-то держать, хоть за какие-то деньги, чтобы у них тоже ничего девочке не принесет. Ну а кто? Вот кто ходил? Одна я ходила. И он мне свистит, тут в любой больнице, где он не лежал, мы кругом, в одиннадцатый он лежал, когда, в прошлом году, лежал-лежал, все бегали, не все, кто-то к нему там два раза пришел, а забирали мы Сашек. А он позвонил, Сашек с работы, я Сашеку говорю, не такси взяли, не такси, что он бы мог тоже заплатить такси. Он сказал, не может Саша и ты меня приехать забрать. Вот я бегала по холодильникам и искала его кулек с едой какой-то, он не подписан, и мы там перевернули с сестрой-хозяйкой все холодильники, искали его пакет. Я говорю, да нафиг они, да Люда, там такая передачка хорошая, ему жалко же. А Сашек на работу ему, говорит, мамка, я на час только отпросился, я говорю, ну вот так вот, ну конечно, отвез и привез, и все на свете. Ладно. Ну все, девочки, теперь слушайте историю за лестницу. Девочки, поднимаются, поднимаются. Историю за лестницу. Вчера же тот сосед, ну при вас же я ходила, черешню пошли обрывать, это жена приходила этого, который умер, которого я все время приглашала, чтобы покушал с нами, и давала ему девочке целые кошеляки, вот, с собой. Вот. Короче говоря, ну и все, уходят они. Я же тут с кухни не вышла, что я могла туда пойти хоть полежать полчаса. Я специально тут сидела, думаю, если я там буду в доме, даже в коридорчике, а я их прозеваю. Вы поняли? Вот. А тут я слышу, как они идут. Они же идут оттуда, сверху, сюда, мимо моего дворца. Ну, тут, где Оля садила бедная, несчастная, укроп и кинзу. Вот. Короче говоря, и они же там мимо идут. Первый шел сын, Руслан, а вторая шла Джульетта, жена, ну, армянская мама. Вот. Короче говоря, гляньте, расстегнулась, а сюда застегивайте. Короче говоря, я же выскочила и поближе пошла туда, где уже кинза по колено выросла. Я тоже Руслану говорю. Я говорю, Руслан, а была там только шелестница железная? Вот. Он говорит, туда не было никакой лестницы железной. Эта жена, я не знаю, как зовут. Они мне вчера и сказали, как, а я и забыла. Спереляку. Говорит, она сама сказала, что, когда он был еще живой, а уезжал к матери в Ривны ровно, город ровно, он там был где-то месяца три или четыре. А женка приходила, я видела ее. Я еще спросила, женщина, а вы кто? Мы с Олей сидели во дворе. Вот. А она говорит, я жена Андрея. Ну, а мы что, будем говорить, а вы же в разводе, а чего вы сюда пришли? Ну, оно мне надо. Я говорю, а, я говорю, ну, я говорю, Андрюша говорил, что, ну, что жена есть. Ну, и она еще тогда говорила, я говорю, как вас зовут? Девочки, у меня в одно ухо влетело, когда оно мне не надо, я имена не запоминаю. Вы мне верите? Когда нам оно не надо, оно нам не надо. Короче говоря, ну, и все. И она, она вчера Руслану говорит, он же на дерево лезет, лестница же нужна, а лестницы нема. А он говорит, а что, нема лестницы? Она говорит, была железная лестница? Нету. Моя железная. Батька ее с уголков, наверное, как только сюда заселились, ну, на землю пришли, на голую, на целину на эту. И, наверное, он сразу сварил лестницу, потому что она кругом была нужна. И в погребе, и мало ли что, свой двор. Он с уголков сварил лестницу. Ну, не сам, а, наверное, он же на заводе работал. И, наверное, на работе сварили ему сварщики. Потому что она сварена с уголков. Вы поняли? И перекладины, и сами вот эти палки в длину, и вот это. Все было сварено с СССРовской сваркой с хорошего металла, вечное. Вот так вот. А он же, когда приехал, то с Ривного, со своего, с Ровна, ну, и все. Я ему было сказала, он проходил тут как-то, через, ну, во дворе. Я говорю, Андрей, твоя работа лестницу у меня взял. Он говорит, нет, Люда, ты шо? Я говорю, Андрюша, это лазят, у меня тоже полазили во дворе. Я говорю, Андрюша, я здесь 11 лет, у меня тут все открыто, вон, сарай открытый, у меня тут все на честном слове держится. Ты видел мои все кругом закрывалки? Я говорю, шо ты мне чешешь? Я говорю, не пропало даже, не знаю шо, а то лестницу уперли, тяжелую девочки, с уголков. Я говорю, тут нет, он у всех тут, он у всех завалый тут, тем более, у армяней камера висит, девочки, и он через дорогу камера, сюда на наши дворы направлена. Я говорю, это твоя работа, что ты мне чешешь? И все, я после этого с ним не здоровалась, проходила вот, то же всегда, Андрюша, ку-ку, Андрюша, ля-ля, Андрюшечка, приходи на борщик, я борщ поставила. Хорошо. Ну и все. А то Оля с Волкой что-то пошли во двор, вот это, когда он умер, в ноябре, а то было где-то, ну, наверное, в сентябре это было. Что-то они пошли вниз туда, вдвоем, я не знаю, что они туда поперлись. А мы сидели, а в кухне, в кухне, по-моему, или в кухне. Девочки, не буду ничего вспоминать, что мне вспоминать, это уже не воспоминание идет, а сочинение, вы поняли? Что Оля заходит, говорит, лестница у него, а у него кухня, окна выходят сюда ко мне, вот только вниз, вот туда, во двор. И окно у него большое, как вот это в коридорчике, много вот этих, поняли? Квадратиков, большое. Вот. И, а я же пошла, а он, наверное, засек Олю и Волку, свет горел, было уже темно, свет горел у него в кухне, и они увидели, стоит лестница, и пришли же мне, сказали, я пошла посмотреть, а он, наверное, их че увидел, че шо, а он уже тряпкой окно закрыл. Вы поняли, девочки? Он сам себя выдал во всем. Дальше. И я же та самая, начала звать его, прямо там стою, спустилась по ступенькам у тут, вот. Андрюша, Андрей, вы вышел. Шо, Люда? Я говорю, Андрюша, гони лестницу. Какую лестницу? Что ты мне, вот эта лестница? У меня нет никакой лестницы. Я говорю, Оля и Вовка, только что увидели ее. Она в кухне у тебя стоит. Нет у меня никакой лестницы. Я говорю, ну так пусти меня, открой мне калитку, я зайду посмотрю. Я говорю, иди сейчас до калитки, и я с тобой подойду, гляну через окно, или зайду в дом. Если нету, я упаду на колени, буду просить прощения. Что ты будешь сюда идти, и что ты будешь тут мне обыски делать? Я говорю, значит, она у тебя. Ты понял? Она у тебя. Я говорю, если бы это, ты меня сейчас в чем-то обвинял, иди и смотри, чтобы доказать, что я не брала. А ты, я говорю, не пускаешь, потому что она у тебя, Андрюшечка. Я говорю, а сейчас ты ее возьмешь и вынесешь, выкинешь куда-нибудь на другую улицу туда. Ее же сразу кто-то подберет, а я же буду искать бегать по дворам лестницу. Я говорю, я тебе даже рассказала, куда ты сегодня же ее уберешь. Может, ты знаешь, я все равно зайду к тебе. Я говорю, не хочется связываться, тебе портит настроение. Я говорю, Бог тебе судья. Ну и все. Все. И вот, а приходила перед этим жинка, она видела лестницу эту. И говорит, нема вчера. Я этому Руслану и Джульетте говорю, я говорю, вот так вот. Я говорю, он лазил, я говорю, он же внизу, там где орех, где самый низ огорода, шифер был, у него забор шифера, шифер отодвигал и во двор сюда заходил. А я как увидела, я говорю, а я там внизу была во дворе, я говорю, а чего у тебя шифер отодвинутый, что ты тут промышлял? Вот так вот. Ну, царство ему небесное. Так, все, за лестницу рассказала, за Виктора вам рассказала. Ну, вам же интересно. Ладно, девчонки, сейчас поставлю тесто, а что, приготовить? Ничего нету. А ну, два бутерброда есть. Девочки, я поела сегодня колбасы и помидор без хлеба. Во-первых, хлеба не было и, во-первых, не хотела. Вот у колбаски отрезала, вот этой до пюрешки она писала, вкусненько, и помидорчик помыла, и поела колбасы с помидором и кофе все. Больше ничего. И сейчас кока-колы попила, девочки. Ой, холодненькая еще с холодильника взяла. Прелесть. Вот. Девочки, все, поднялось, смотрите. Видите? Гоголь-моголь поднялся. Девочки, первый раз в жизни нашла неискаючи то, что сама положила марлю. Сижу, вот уж кока-колы налила, сижу, пью кока-колу. А собаки же на меня, знаете, вот так в одну точку смотрят. Они не моргают. Полягали, девочки, вон спят на диванчику. Вот так и лежите тут. Ой, как им хорошо. Малыш, вообще свисла голова, свисла, висит. А дикуся нет. Лапки подогнули, на бочках лежат. Жопа к жопе, девочки, жопа к жопе. Вы как сиамские близнецы лежите. Вот. И это. А, и думаю, где ж марля? А потом чего-то мне думаю, я точно, я с ней была, помните, я делала вареники? Вообще, я делала на пару с творогом. Вот. А марлю же в аптеке заходила, покупала. и тогда же я ее отнесла отсюда. Но я что-то сначала думала, что я ее на окно здесь положила, или сюда куда-то кинула. А потом сижу в коридорчике и думаю, девочки, у меня, знаете, у меня вот, у меня косточки, даже на ладошках, смотрите, от работы, видите? Смотрите, вот, видите? И такие кастомахи, что на этой, ну на этой не так, а на правой, гляньте, отложение солей на ладонях от работы. Ой, кони дохнут, а мы живые. Слышите? И сижу, так колу допиваю, думаю, а ну пойду в машинку, швейну гляну, и точно, лежит марля. Лежит марля, резинка для трусов там, тоже на место сразу положила. А что же я ее сейчас не взяла? Ой, блядь. Ну я уже не пойду, буду как угодно делать. На пару, девочки, сделаю с клубникой десяток вареников на дрожжах, потому что нет уже у меня ничего молочного, чтобы на кефире и на соде сделать, да? И дрожжиков чуть-чуть, девочки, для размаху. И вот. И с клубничкой сделаю десяток вареников. Этих вкусненьких, сладеньких. А вот. И это. Ну и все. Так что, первый раз жизни не переворачивала вверх ногами, все, не искала ничего. Ой, девчаточки мои родные. Ой, девочки. Не, такое же оружие. Вы что? Вот, самая нормальная температура вот здесь сейчас. Ну, если бы я сейчас оставила дверь, тут бы уже сразу доменная печь была. Девочки, а что приготовить, я же рассказала вам. Я не знаю, но такое вчера вкусное вот это получилось, что я бы сегодня это ела. Там же и картошечка жареная была осталась, то, что я сыночку жарила, я в тарелочку выложила. Вон она так, ну, немного мы съели, а так она, она так и стоит в тарелочке. Собаки же не едят картошку, я уже знаю, что им высыпать, только мухва будет заводиться во дворе. Вот. Ну, она стоит так, как, ну, короче, как вчера натянули кулек, так, думаю, как стоит. Вот. Потом помоем. А это, девочки, вот этот рис, капуста, вот морковочка, цибулька, паста, это так вкусно, эти фрикаделечки маленькие. Раз поеду, вот такими блюдечками, потом второй раз. А, ну, такое, знаете, не остановись, вот так вкусно. Может, сейчас опять такое и сделаю. Только не знаю, снимать, не снимать. В общем, девочки, я снимаю, чем я занимаюсь, а то и снимаю. Девочки, сейчас хоть бы муки не перейти, а лошматить много. Я чуть-чуть, лучше я добавлю. Ой, сыпанула. Малыш, гляньте, лежал на кушеточке, малыш, лег на пол. Там прохладней, да, на полу прохладней. Моя ты куколка родная. Лежи. Я их так люблю. Девочки, у меня соседка Нина, вот, помните, я вам рассказывала за нее, у которой Манька-собачка в среднем подъезде. А я иду, когда она в палисаднику сидит с Манькой. В очках больших, таких от солнца. Ей вот это 78 лет будет. Вот. Ну, я ж, и она мне, Людмила, счастливого пути, доброго дня. Мне все время вот это кричит. Ну, я ж по тротуарчику идти вверх во дворе. А она в палисаднике, лавочке у нас две. Вот. Вот. И я думаю, ладно, подойду хоть пять минут за нее, привал сделаю какой-то. А я уже один раз ходила в АТБ, Миша принесла там, что он просил, там мороженого, такого попить тоже купила. Такого, фейндики-миндики разные. Кулек поставила, и вот это схватило Викторову передачку. Думаю, сейчас уже ему в АТБ еще раз пойду, и уже поеду по прямой. Вот. Ну, думаю, пойду хоть привал посижу возле нее и вообще поговорю с ней. Вот. Ну, я тоже подошла, села, там у нас три лавочки, она мне показывает, что после нее, чтобы не кричать вот так друг к другу. Ну, я села вот так и сижу с ней, разговариваю, про вот это, что у нас происходит, про все, про такое все. Про собачек поговорили, посмеялись. Вот. Ну, и все, я потом уже встаю, говорю, пошла я, Ниночка, я говорю, пока датылипаюсь, сейчас еще, я говорю, уже полдня нету. Я с ней разговариваю, стоя уже. А так она сидела, ну, сели, она получается правой стороной ко мне, а я левой же к ней вот так, ну, щек, я имею ввиду лица, щеки. Вот. А тут же я прямо, а смотрю, у нее очки же большие вот такие, от солнца, здоровенные. А вот тут я смотрю, желтые, салатовым. А я говорю, у тебя что, синяк под глазом? Она сняла, девочки, очки, левый глаз, краснючий в середине, бланш девочки вот такой, бровь рассечена. А она была в прошлом году падала, что у нее, девочки, на лбу было, как шар, когда надувают. Вот это у нее такой лоб был. И она не в больницу, не говорю, может, там сотрясение сама, ну, а что, я никуда не пойду, упала было. А к ним в подъезд заходить, девочки, наверное, 10 ступенек. Вот так у нас дом идет, у меня двор идет, где я живу в квартире, под уклон. Вы поняли? Получается, вверх фундамент высокий, а у меня уже фундамента нет. У меня крайний подъезд от дороги, вы поняли? Вот так вот. И у них, чтобы, когда в первый подъезд от дороги идешь, по прямой подъезд, к ним глубина идет, вы поняли? Там, наверное, 10 ступенек, чтобы к ним в подъезд заходить. А ко мне тоже сплошма, нету ни одной ступеньки в подъезд. Только средний подъезд, вот это три подъезда у нас. Вот это такая там, я не пойму, чего она, уклон вот это. Вы поняли? Я говорю, ты что, чертулахнулась опять? Она говорит, да. Я говорю, я тебе сколько раз, она все время по этим ступенькам, нога как колесо, с палкой идет, манька эта перед нами. О, я говорю, я тебе сколько раз говорила, не ползи, ты обойди лучше возле моего подъезда, по над окнами первого этажа, и сразу в свой подъезд. Чего ты прешься по этим лестницам? Да, там же, там же поручни есть. Я говорю, Нина, поручни для молодежи, не для нас уже, ноги заплетаются, уже теряешься вот это вот, не знаешь даже, кошмаршу. А к ней же приехал сын, сыну 59 лет, я вам говорила. А она стояла даже не на ступеньках, а перед ступеньками на этой площадочке. И держалась там заборчик, вот такие дуги вот так повыгнутые, металлические, вы поняли? Я гаражую там цветы возле подъезда. И она держалась за него. И сын же позвонил, что мама, я уже подъезжаю, сейчас, ну, уже подъехал уже, машину бросил над дорогой, ну, поставил, а сам же спуститься, что-то ей, я забыла, что-то, короче, что-то ей привез покушать. Вот. И она же то увидела к нему, вставай, девочки, она говорит, я не знаю, почему я упала, но, слава Богу, если бы на ступеньках убилась, вот тут упала. И она говорит, Люда, у меня ноги как-то скрестились, а ну, нога же одна колесом, и ноги болят, девочки. И сидела еще как-то она, она может на этом заборчике, на дуге, ну, так не сидеть, а так, знаете, так жопу притулить, чтобы облокотиться, что-то. И рукой держалась за вторую вот эту дугу. Вот. Я же вот это сына увидела, и встала уже к нему, он, говорит, где-то метра три от меня был, и она говорит, я не знаю, как у меня получилось, девочки, она вот это упала, об асфальт, бровью ударилась, рассекла бровь, и вот это бланш, глаз красный, я говорю, в больницу, я говорю, ты же не ходила в больницу, правильно? Она говорит, конечно, нет. Я говорю, ты второй раз так головой бьешься, и не идешь, рядом в больнице, девочки, мы же рядом в больнице живем, там, ну, пройтись оно 500 метров где-то, вот. Короче говоря, нет, говорит, никуда я не ходила, я говорю, у тебя там глаз и сосуды полупались, белка не видно, просто сплошной, сплошной, сплошной сгусток крови в глазе, в середине, и глаз весь, бровью ударилась, и вот это же, оно же, девочки, бровь, прикиньте, саданутся об асфальт, со всей силы, и бровь напополам, она говорит, крови не было, говорит, что-что о крови не было, немножко так только, и вот это, оно же кровозлияние, все это пошло в глаз, и вот это все вот такое висит, ой, ой, как надо осторожно, она, говорит, не спотыкнулась, говорит, ну, вот ноги заплелись, и я, говорит, вот так меня понесло, говорит, и девочки, плашма вот так, прикиньте, фу, ой, я говорю, а я ей говорю, ты знаешь, я вот это Виктору, своему брату, двоюродному, ну, она же знает, что он в больнице, я же ей рассказываю, она тоже спрашивает, что там, вот, я говорю, я ему уже говорила, я говорю, позавчера вот это разговаривала, я говорила, Виктор, в этом, я бы уже тебя не доверила, чтобы ты ко мне сам пришел, мне кажется, ты и дорогу не найдешь, вот девочки смотришь, вот смотришь, и кажется, что все, он в пространстве будет не понимать, мне так кажется, я ему это говорила, говорит, Руда, ты знаешь, и мне так кажется, я говорю, мне кажется, он говорит, я вот равновесие теряю, когда иду, мне кажется, что я могу упасть. Я по тебе вижу это. Я вижу это по тебе. Девочки, калашмачу тесто. Вы вареники, знаете, во сколько будут? На нич глядя. Девочки, вишня, он по всей улице у всех спеет, а у меня висят как эти, как огурцы. Зеленого цвета. У меня поздняя какая-то вишня. На самом солнце, на таком ужасе висит. И зеленое. Ну, ничего. Ни у кого не будет, а у меня будет. Девочки, нарвали они вчера. Вот уже идут. Полчаса их. Я думаю, сколько же они? За полчаса, что же они там нарвали? Бетончик какой-то или литровую банку. Когда они, девочки, два ведра понесли. Вот так же мимо меня. Я говорю, что-то вы быстро так нарвали. И так много. За полчаса. Я говорю, молодцы. Когда Джульетта сзади ждет мама и говорит, она нам дала ножовку и сказала, можете ветки отпиливать, где много. А до них не долезешь, девочки. Только ворону на прокат надо брать такую, знаете, пахана. Пахана ворон. Ворона. Чтоб собрал своих ворон и заставил, как в тюрьме, заставил обрывать. Так что они спилили. Он спилил ножовку, чей-то ножовкой ветки, покидал, ну, опустил им. И они вот это втроем, ну, и он же потом тоже. А я вот тоже выходила, думаю, мне показалось, что они уже идут, чтоб не прозевать. Смотрю, он на дереве сидит. Думаю, он же тоже такой полный. Девочки, какие все... Девочки, это все от продуктов. Он, Жульетка, худая мать. Сергей, отец, худой. А детвора, гляньте, полная какая. Я его не узнала. Вчера. Я его давненько не видела. Видела, в машине проезжает вот он. И то, что я гуляю. Вот если когда иду, если кого увижу. Ну, их я вижу. И Жульетту, и Сергея. А детвору, что я буду видеть? Где я их буду видеть? Что они будут выскакивать, когда я где-то иду? Или тут бегать мне показывается, что какие они? Вот. Полный поправился. Так моя лапочка. В общем, девочки, все вам рассказала. Вишню они не рвали. Я говорила, ей говорю, скажи вишню оборви. Я говорю, особенно у тебя там к забору глянь. Ну, к их нему. Она вот так махнула. Ну и все. А вишня, он черная-черная стоит. Я сейчас проходила, поставила сумку на стол, чтобы открыть кухню. Ой, не знаю. Луки, наверное, много. Фуганула. А, девочки, я же еще хотела чуть-чуть сметанки сюда вывелить. Девочки, марля. Ха-ха. Первый раз в жизни, девчата. То обычно все ищу. Или сижу задумываюсь, куда ж нырнуть, чтобы даром хоть шмону ты тут руки не выкручивать. А то прям, знаете, по прямой пошла и сразу смотрю лежит. О, дала. Ха-ха-ха. Девочки, попробуй запомнить, что где дома лежит и где тут. Я иногда дома вот так что-то надо подскочила. О, нема. Это оно тут. А тут тоже. Думаю, сейчас возьму. А оно дома. Ха-ха-ха. Поняли? Девочки, видели, сметаны чуть-чуть. Это чтоб, знаете, я много муки сейчас фуганула. Не, ну я сметанки и хотела, забыла. Мне надо еще немножко сметанки. Ой, как я этих вчера поддурила. А, ну вы же видели, как я им двух желковое яйцо дала. А, ну вы видели, по-моему, все. Два яйца было, когда я отбивные делала, с одним желтком. А собакам, два желтка, вот как двум собакам, так и два желтка. И кусечка. Девочки, лежит и двумя лапками, вот так вот, от глаз и до носа. И прям такими ляпочками у тебя. Несете такие глазки сейчас? Несете дело с лясками? У тебя ляскы болят? Или чешутся? Или просто пленка на глазах скажи, да? Моя капочка такая. Вот так лапками, девочки, как ребеночек делал. Моя ты куколка. Моя ты лапочка. Так смотрят девочки, с такой, с такой уже любовью, с такой уже, знаете, вот, он, слышите? Сирена. Скажи, растудить твою мать, да? Вчера девочки поздравили своего дядю с именинником 45-летием. На даче был. Вот. Воды на даче нету. Я не знаю, что-то он рассказывал, там была какая-то вода. Ой, девочки, я забыла. Ну, у него дом там двухэтажный, жилой, жить можно там. Не то, что там какие-то, знаете, вот эти вот. Я никогда не была, но я спрашивала у него, говорю, что, а какая у тебя хоть дача? Она жилая? Да, говорит, Туда, конечно, жилая. Все тут. И мебели, два этажа, и комнаты, и спальни, и кухня, и все тут. А с водой что-то, что же он сказал с водой? Что он воду таскает сейчас, чтобы что-то полить там. Там цветы, девочки, такое. Ну, посадил помидоры свои, там, я забыла, я говорю, где ты взял ее? Да, говорит, сам был какие-то помидоры и сам вырастил. Че он, че Наташка, жена. Ну, он только один туда ездит. Больше никто. Ну, и все. То поговорили, он вчера работал, он же дежурит в школе, но охраняет. Бывший начальник цеха, девочки. Ну, а что делать? Начальником не будешь, да? То президенты, до сырачки сидят, до ста лет не выгонишь. А начальство? Побыл начальником, теперь побудь сторожем и слесарем, сантехником. Правильно? Правильно. Ну, депутаты и президенты могут быть в вечном пользовании. Работники, врачи вечные бывают. Все хорошие врачи. Девочки, вы знаете, еще мучички надо, прилипает. А что ж, девочки, сейчас что-то приготовлю. Я картошки взяла, вот этой египетской, наверное, килограмма два. Сейчас пока тесто подойдет. Я какой-то, ой, какой-то сделаю. Оля завтра выходная, дома что-то приготовит. Ну, вот. Надо, девочки, взять молоденьких гурячков. Уже можно брать. Я сегодня посмотрела, но не взяла. А только глянула на них. Уже цена нормальная. Откуда я знаю, какая? Ну, уже ж, наверное, подешевели, я цену не знаю. Девочки, так я и доставлю. Хочу сделать, просто отварить. Они же варятся уже 15-20 минут. Это же не старый буряк. Я просто, девочки, люблю, я помню по заводу, обожаю бурячок со сметанкой. Без чеснока. И помидоры. Вместе соединить. Ну, только не в общий салат делать, а вот себе просто бурячок надо положить. И помидорчик туда покрышить. Присолить и со сметанкой, и лучок. Я просто вот так брала на заводе, когда работала в столовой. Всегда брала порцию бурячок. Помните, раньше по порциям было в тарелочках. Вот. И брала помидоры с лучком порезанные. И полстакана сметаны всегда брали, девочки. Пирожок, полстакана сметаны или оладь с вареньем и сметанка всегда. Вот. И я вот так брала, соединяла бурячок с помидорчиками, перемешивала, присаливала, как мне хочется. И сметанкой. Ой, как я любила этот салат. Помидоры именно с буряком. Летом. Девочки, все. Честно, даже много. Сейчас я сделаю какую-то себе воду. Девочки, пошла я мыть. Будьте все родные и здоровы. Спасибо вам за все. Спасибо. Девочки, что вы мне желаете... Вообще, мы нормальные просто люди, что желаем друг другу добра, без всяких вот этих подколов. И не надо мне там писать, что я там люблю, что меня гладят, что я люблю только слушать вот эти все хвалебные эти самые девочки. Говорите, но не унижать и не оскорблять. Я вас всех люблю. А за что? А за что? Что я делаю плохого? Я что-то плохое говорю? Хорошее. Я всем вам желаю здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. А сегодня у нас какое число? Второе. Никаких у меня нету сегодня. Ни именин, ничего. А четвертое у Волкиному сыну, моему племяннику, день рождения. Ай-яй-яй-яй-яй. Девочки, будьте здоровы. Девочки, если бы сейчас вот этими руками взять промокатку, вы представляете? Ой, у меня... Или капроновые чулки. Ой. Ой. Можно сразу разрыв сердца получить, как это неприятно. Девочки, будьте здоровы, родненькие. Ай, что же вы холодец не поели? Эх вы, без сметаны не хотят, девчата. Без сметаны. Ой, девочки, сколько я наболтала. Извините. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!